Всё. Окей, прекрасно. Ещё вопрос по тренировке есть? Слышно хорошо. Окей. Вопрос по тренировке есть? У меня там была вопрос наша ученица из группы. И она хочет знать про спарринг. Да, скажи, что про спарринг? Александр. Пока пишите, ребята. Ускорение. Вот, Мадьев. Если человек большой, обычно 10 дней. 10 дней нормально. Последний будет в четверг, если он выступает в субботу. Сейчас. По 5 минут спарринг для детей. Варикоз? Нет, нет. Статодинамика не делает варикоз. Нет. Окей. Тонкость. Все говорили, что... Окей. Окей. Обычно, что делаем в Американ Топ Ти? Я менял это там уже несколько лет назад. Раньше было всего для всех 5 раунд 5 минут. Но затем перерыв очень большой между раундами. А потом меняли и начали сделать... Меняли партнера. Каждый раунд. А потом, что смотрели? Мы потеряем, если 30 человек в ковьер, надо 15 паров сделать. Это очень много. Потеряет время. Тогда люди меняют партнера только через 2 раунда, либо 3 раунда. Если ты сделаешь 6 раундов, это означает, что меняешь только 2 раза. Максимум 3 раза партнера. Тогда потеряет меньше времени. Что еще должны делать? Должны смотреть и сказать спортсмену, чтобы они сам почувствовали. Они должны использовать спарринг не для подготовки физических качеств. Люди обычно думают, что они работают на физических качествах. Сейчас кто-то пишет. А, окей. Не для физических качеств, а работаем на... Егор. Алло. Да. Ты слышишь? Стефан, наверное, у меня проблемы, поэтому как бы плохо видно. Да. Но знаешь, в чем проблема? Я не смогу сохранить стрим с твоего, но может смогу. Ладно, ты тогда отвечай, а потом, если что, я попробую записать. Окей. 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 Человек спросил по спарринг. Давай я... Не должны... Спарринг не должны быть для подготовки физических качеств. Ты можешь сделать для технической, технической работы. Это... Тогда... Человек должен чувствовать дистанцию, контролировать, работать свою технику. И... Один помогает другой. Когда они не понимают это... И тренерами, тогда они хотят на максимум. Всегда на максимум свой спарринг. А это очень травма опасна. И можно... Серьезно травму получить и вообще меняет целая-целая программа. Это не очень хорошее. Ты там еще? Дополнительные какие-то моменты? Чтоб ты не понял, я... Ребята, можно любой вопрос? Он просто... Попроси, почему спаррим пять минут? Только минут перерыв. И это закрасит. Да. Окей. Окей. Все. Понимаешь, есть наука, есть практика, есть реальность. Смотри. Если было бы наука, было бы легче и люче. Если мы сделали сильнее раунд, больше отдыхали. Сильнее раунд, больше отдыхали. Но все равно мы еще должны сделать для того, чтобы спортсмен привыкал к раундам. Обычно, как он и есть. Это означает, что ты выступаешь пять минут, ты должен драться пять минут, чтобы ты сам контролировал. Спортсмен должен сам контролировать. А отдых может только одна минута. Тогда ты должен знать, что после пять ты восстанавливаешь только одну минуту. И это важно. Это не означает, что правильно, но это означает, что это реальность. И тогда мы должны с этим адаптироваться. Не потеряется ли эта физическая форма? Нет. Сокисление. Сокисление будет сложно. Но, как я сказал, ты должен, как тренер уже, объяснить спортсмену, чтобы он не пытался сделать свой максимум целых пять минут. Посмотреть раньше было, если вы идете в интернет, посмотрите этот бой несколько лет назад. Шейн Карвин, пишите там, Шейн Карвин против Броки Леснер. Броки Леснер это какой гигант американцы, тяжелый вес. 150 килограммов. Шейн Карвин против Брок Леснер. Что случилось в этот бой? Шейн Карвин ударил Брок Леснер. Брок Леснер попал в пол. Он на всю силу пытался нокаутировать. Он сделал ударов в голове больше две минуты без порядка. Посмотрите этот бой. Бой практически закончил первый раунд, но затем это было за пояса. Брок Леснер очень известный. Судья смотрели и сказали, давай дальше чуть-чуть. Раунд закончил. Что случилось? В следующий раунд с окислением было такое сильное у Шейн Карвин, что он вообще ничего не делал. Брок Леснер трогал его, он сразу упал и как издался. И в принципе то сделал. Через нервное закисление. Видишь, проблема здесь не в бой, не в раундах, а как там сам спортсмен ведется в бой. Либо, тренера обычно три корна, корнермен. Если за боя четыре корна. И что они должны сделать? Смотри, иди в удушайся, иди в болевые приемы. Просто держи и сделай, чтобы ты восстановил 30 секунд и продолжил удары. Это в принципе так. Понимают, ребята, о чем? Давай читай. Окей. Хороший вопрос здесь. Когда я сделаю подготовки для спортсмена в единоборствах, какие порядки? Самые лучшие порядки. Да, понимаю. Окей, Александр. Смотри. Мы должны работать, чтобы... Мы должны работать обычно большими группами мышц. Приседания. Приседания это очень хорошие упражнения для начала. Гормональный фон увеличивает, помогает. Приседания. После приседаний работа, например, грудь, грудные мышцы. После этого в спине. Если в тот же самый день. Окей. Это такого порядка очень хорошо. Пишите. 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 люди, мы не хотим это работать, потому что мы потеряем работу на промежуточный мышный и на окислительный. Это означает, что есть воздействие, конечно, потому что закон рекрутирования, но воздействие маленькое. Юша, ты слышишь? И что еще по тяжелой атлетии? Когда тяжелые атлетии, они работают с максимальными весами, они обычно имеют свои весовые категории. Это означает, что для них гипертрофия, они не рачат больше. Например, если спортсмен весит 80 килограмм, он выступает за такие-то категории, ему не надо, чтобы он был где-то 85, 86. Он хочет быть в таком категории, в которой он находится, в которой он будет выступать, но затем силовые способности на максимум. И этот режим 4-6 повторений оптимальны для этого. поэтому они так тренируются, но это не означает, что для всех. Можно тренировать так, но это не сомневающий вариант. еще, напиши, сейчас, напиши вопрос, ребята, пишите вопрос. Да, по резинам мы сделали, мы снимали, по тяжелым атлетам снимали, тоже, Юша, было вопрос по ЧСС, да, как узнать, какой ЧСС максимум? ЧСС должен быть, как мы сказали, самая простая формула, 220 минус возраст. Посмотреть, какой у тебя возраст, если 40 лет, максимум 180. Это означает, что максимальный, который ты можешь достигать без каких-то проблем, если человек здоров. Когда мы тренируем, мы рекомендуем для новичок начинаем со 40%, откорванем, потом мы могли сделать отдельный виде, чтобы карвоним, и там это сделать, и мы должны это сделать, карвоним, это максимум, минус ЧСС покоя, смиряем ЧСС покоя, считаем. После ЧСС покоя разница, это называется ЧСС резерв, умножим на процент, какой, 40, либо 50% для начинающих, и потом еще добавим ЧСС, который был в покое, и это, это как, чтобы считать интенсивность, тогда не превышай 220 минус возраст, это означает, что чем старше, меньше, вы должны увеличивать свой пульс, потеряем эту способность, наше сердце, и можно считать через карвоне. ЧСС. И еще там? Да, понят, что это для всех, такой вариант будет, да, психологический бойца. окей, да, вопрос, какие Лючи тренировать внес для Белиджейджей? Вот для Белиджейджей, Эрдайн, Ассалтбайк, Самилючи, у вас есть, возможно, такие, Андрея Белиджейджей, из Армении, у вас эти видео там, либо Ассалтбайк, либо Эрдайн, они это Самилючи. И кто из Москвы, на Пшичи, ударники? На Пшичи, меня. Оксана, привет всем. Для Белиджейджей обычно, самые Лючи, это будет Ассалтбайк, либо Эрдайн, либо Версаклаймбер. Почему? Потому что они работают и верхний, конечно, и нижний, конечно, и то, и другое. И тогда помогает на выносливость, общая выносливость. Специфическое выносливо, сам джиу-джитсу, начиная с легких, например, я черный пояс, я работаю с синей пояс, ученик, и работаю легко, как просто на движении, это помогает общая выносливость, помогает, извини, специфическая выносливость для джиу-джитсу, но затем мало закисления, я не сделал сильно напряжение. Я работал примерно 50%, 60% от своего максимума. Это один способ. В Армении нету? Окей. Тогда бассейн, бассейн очень хороший. Краус, стиль краус, знаешь, руки-ноги, и можно сделать, даже у нас была тренировка такие, спортсмены тренировали. Как тренировались? Можно разминка сделать 5 минут, если бассейн по 25 метров, сделать 200 метров для начала. Потом ускорение 50 метров бассейн восстанавливается. Можно просто ходить теперь, не плавать, ходить пешком в бассейн обратно, отдыхать минут и ускорение снова, и сделать 10 ускорений на максимум скорость, на максимальную скорость. Это помогает очень сильно. Можно это сделать 2-3 раза в неделю. Свои спортсмены будут чувствовать супер и не тратят больше 30 минут в бассейн, если в бассейн доступно. Если нету, тогда могу потом сделать видео с помощью каната. Окей? Коричневый. О, супер, супер. Если ты коричневый, тогда надо человек ниже по стебе. Ты никогда должен работать на вносливость, если кто-то больше, выше уровень, чем у тебя. Будет уже схватка, будет на силу. Тогда будет уже спарень. Ты хочешь работать на вносливость, кто-то либо легче, легче по вес, либо ниже по уровню технический. Тогда ты можешь спокойно там работать, отработать технику и будет помогать для специфических вносливость. Это очень хороший. Мы там много использовали. Качаться с железом. Это мы рекомендуем после пубертатного периода. Нельзя сказать по возрасту. Если начинает пубертатный период, это тогда оптимальное время для начала с желез. Если человек не достиг пубертатного периода, значит, что легче не надо. Можно работать с ловыми упражнениями, но собственный вес либо резиновый. Смотри. Я встаю в первый бой. Следующий бой будет немного легче. Почему так? Это, друг Александр, это, наверное, адреналин. Много адреналин. Это, в принципе, да. Не за что, Андрей. Это обычно, что происходит. Это адреналин. Это у меня, когда я вступал. И много спортсменов именно в БДД. Потому что там много адреналин соревнований. Не знаю, что как происходит. И первый бой очень сложный. А после этого, именно если вы выиграешь, потом уже идёт расслабление. И потом идёт, идёт, идёт. Как тренироваться на занятии, только когда в КАМП сближается к бою. Раз в неделю, не чаще. Раз в неделю, взять самый крутой спортсмен в твоём клубе. Поставить все вокруг, как в цирку. Все сидящие. И выйти вдвоём в середине. И сделать разминку, конечно. И теперь сделать симулятор. Как похоже на соревнование. Половина этих людей болеет за другой. Половина для тебя. И ты будешь выступать. И сразу на максимум. Это приготовить, чтобы начать. Привыкать такими количествами доз адреналина. Все, которые смотрят. Мы сделали чаще. И в шутебоксе. И Андерсон Силва так тренировал. Вместе с мастером Негуши. И мастер Кателл мы сделали. И Пенел, и Карсон Грейс. И очень много там. При ускорении. Ага. Минут нормально. 45, кто-то писал. Саня. Это ускорение короткие. 35 секунд. Это означает, что закисление не сильно не будет. Это тогда 45 минут нормально. Минут и чуть больше. Супер. Окей. Два раза в день не надо. Не, не. Подожди. Ты тренируешь два раза в день. Тогда техническая работа. Утром. Физическое. Вечером. Самый оптимальный. Мадьев. Давай. Александр. Окей. Последний вопрос. Давай, ребята. Какой? А, Клейтон. Клейтон. Мой ученик. Клейтон. Он писал. Последний вопрос. он говорит оба это внешне как определить внешнюю нагрузку этапа вес сами люди да мотив потом поговорим я хочу чтобы его рамбу потому что я боюсь что мы не могли списать клейтан блог нешний мой обучать звонит я буду есть или гайдена мы крем только 태орита также и носу с носушь и носу залун с и нас там на высокой الجетое то есть вы можете забрали Ребята, давай так, я сразу звоню ему и скажу, а сколько тогда такие ускорения за тренировку. Окей, Саня, ускорение такие люди сделают 10. Начинай с 5 ускорений, минут отдых, это начало 2 раза в неделю. Сделать 2 недели подряд, чтобы человек привык. После этого начинается 3 раза в неделю, можно сделать по 5, либо 2 раза в неделю до 10 ускорений нормально. Есть спортсмен высший класс, который сделал 20 ускорений за тренировку, но затем у них большой опыт. Я так больше не рекомендую, тем больше, если вы начинаете использовать такие подготовки. Ребята, извиняюсь, я как сказал, я напротив посольства, там жду, свой документ брали, я в Майами. Паспорт надо пересделать. Идет этот, я не знаю, забыл, как этот по-русски. Идет этот большой дождь, вообще в Майами вода нету, люди все сойдут с ума. Я беру свой паспорт и обратно в Бразилию. Благодарю вас, Николай, мои братья из Бразилия. Благодарю вас, ребята, я делаю live по-русски, мои друзья. Блэ? Мы поговорим, значит. И будем на связи, буду записать, если дальнейший вопрос пишите у Егора, пишите мне, мы будем запись это сделать. Окей? Все, ребята, давай, обнимаю. Пока-пока. Друзья, хорошие новости. Наконец-то вы можете покупать одежду с логотипами Heavy Metal Jeans. Переходите по ссылке в описании в мой магазин на всемайки.ру. Вы видите, на данный момент есть пять различных картинок быков. Быки довольно-таки брутальные, очень интересно и качественно смотрятся. Мужская, женская одежда, выбираете себе цвета, размеры и, грубо говоря, сами себе заказываете маечку, которую хотите. Майки, футболки. Есть женские варианты, естественно, тоже различных цветов и размеров. Также есть у нас еще и худи. Сейчас вы увидите на экране тоже. Это пока что все женская одежда. Есть детская одежда, тоже не забывайте. И худи многие любят. Есть с капюшоном, есть без. Выбирайте тоже различные цвета. Все на майке.ру. Цены довольно-таки недорогие. И каждый может себе позволить теперь футболку, майку или даже бейсболку с логотипом любимого канала. Ну что, друзья. Теперь у вас есть все, что вы хотите. Также можно купить и кружки, и бутылку даже для того, чтобы на тренировке пить из нее. Всем пока. Продолжение следует...